Всем привет! В эфире Заметки о Черкесии. Сегодня у нас специальный выпуск, посвященный этногенетике, то есть генетическим исследованиям, касающихся именно адыга-абхазов и их происхождения. Дело в том, что тема эта очень сейчас не развита, по ней достаточно мало материалов, потому что современные генетические исследования популяции современных именно Западного Кавказа, они все еще в процессе идут, там идет накопление информации, хотя определенные результаты уже есть. Что касается исследования ДНК именно древних представителей, то есть из раскопок, относящихся к ранним культурам человечества в этом регионе, они еще практически не изучены. Это белое пятно в науке. Но это в будущем. Сегодня попробую поговорить просто о том, что хотя бы есть тот небольшой материал, по которому можно какие-то определенные выводы сказать. Следует заметить, что пишут об этом мало. Очень много пишет об этом, допустим, господин Клесов, но просто сделайте в голове заметку о том, что господин Клесов, он работает с мифами в основном. То есть это человек, который преувеличивает, додумывает. То есть это не реальная наука, это его личные какие-то выдумки во многом. За основу я возьму статью Эльберда Бифова из Кабардино-Балкарии. Он ее представлял в Адагейском республиканском институте Кирашева. Это пока такая сводная небольшая статья, так сказать, введение к будущей большой работе, которая сейчас еще ведется и там накапливается информация. Будет большое интересное исследование по генетике. А это такая вот статья, предваряющая это исследование. С основными выводами. В общем, перейдем к ним. Значит, какие основные вещи, постулаты упоминаются? В частности, по теории этногенеза, именно раннего, ранней эпохи этногенеза будущих абхазоадыгов. На данных лингвистики, генетики и археологии. Ну, надо запомнить, в первую очередь, что, в принципе, представляет собой генетика популяционная. Это изучение определенных ДНК по мужской линии именно, которые объединяют в определенные группы. И вот с того времени, как их стали изучать, стали появляться определенные базы, которые так или иначе могут представлять собой портрет некого этноса, к примеру. То есть, группы генов, которые подходят именно к ним. Если говорить именно о адыго-абхазском мире, то наиболее яркой генетической группой является группа G2A2 или, если говорить точнее, шире G2A2A и G2A2B. Это мы говорим об этой части. Если говорить, допустим, о восточном Кавказе, если брать нахско-дагестанские группы, там больше G2A2. Так вот. Ну, естественно, это как бы не то, что это чистая такая генетическая группа, такой маркер. Они имеют разного рода примеси, просто это превалирующее. Она большей частью составляет генетический ДНК современного Абхазоадыга. Представитель, точнее, Абхазоадыгского мира. Так вот, что пишут. Благодаря современным исследованиям, вот, допустим, если брать территории Турции, современные Анатолии и Европы, там древние ДНК, эпохи Каменного века, они более-менее хорошо изучены на сегодняшний день, и можно уже выделить основные группы. И как раз-таки в этих группах присутствуют вот эти же аллеи, которые относятся к Абхазоадыгам, то есть G2. Причем G2A2 именно, первичное. Предполагается, исходя из данных также лингвистики, что вот эта вот аллель генетическая относится к людям, переселившимся в Европу в Каменном веке, которые были как раз-таки носителями неких таких западных синокавказских именно языков, из которых вышел в том числе Абхазоадыгский языки. Значит, вырисовывается там такая картина, что примерно с поступлением неолита, то есть с появлением земледелия, да, в 10-9 тысяч лет до нашей эры, это годы примерно, на Ближнем Востоке, в районе современной Сирии, Израиля и части Восточной Турции. Образовались там две группы населения, чуть южнее, которая вот именно Ближний Восток, Средиземноморье, ну, допустим, да, Израиль тот же, Иордания, Южная Сирия, это группа нафутийской культуре, которая относится, там генетическая аллель, ну, условно говоря, кратко Е1, которая сегодня присутствует у многих народов в Северной Африке и как бы относится немножко к другой культуре, а вот чуть севернее нее, в Восточной Турции появляется вторая культура, которую можно отнести как раз-таки к предкам сино-кавказской языка. В этот период начинается расселение вот этих неолитических культур, они начинают передвигаться в Европу. То есть, здесь мы говорим о том, что в это время, допустим, предки будущих хатов, о которых очень любят говорить современные абхазы-адыги, они, скорее всего, вот являлись этим первичным субстратом, который там и остался в Анатолии. А остальная большая часть двинулась в Европу и расселилась по Европе, образовав первых таких землевладельцев Европы каменного века, которые имели вот эти самые аллели. Причем, видимо, эта культура настолько широко распространилась, что, ну, так ее можно условно называть пребаско-кавказской культурой, прабаско-кавказской, которая, вот, собственно, от Португалии до современного Закавказья распределена была, как единое целое. И расселилась она в период с девятого по шестой тысячелетия до нашей, вот, в этих регионах, значит, образовала первые первичные культуры и представляла, видимо, себя одно целое. О чем можно говорить в будущих исследованиях уже, потому что все-таки, наверное, баски, как осколок неолитической Европы со своим языком, могут относиться к той же языковой семье, что и современные адыго-адхазы. То есть, осколок древних языков, древних культур каменного века Европы и Анатолии Турции. Начиная, примерно, наверное, с третьего, да, тысячелетия до нашей эры и позже, там, второе, вот так, второе даже больше, в Европе происходит резкое замещение, даже и по генетическим данным, и по языковым, то есть, языковые, это индоевропейские языки появляются, появляются аллели, присущие индоевропейцам R1-A и R1-B. И, по всей видимости, в Европе произошла существенная смена населения и распространение этих самых языков. Допустим, исследователь Дебо говорит, что наличие словарных лексических заимствований из северокавказского в праиндоевропейские, в отдельные индоевропейские группы заставило предполагать ученых, что в Европе как раз вот этот язык индоевропейский, он, ну, соответствующий современным языкам Европы, он наложился на северокавказские и близких языковые группы. По совокупным данным можно рассматривать, да, адыга-абхазов, как вот реликт той, аналитической доиндоевропейской Европы. Причем, вот некоторые малоизученные пока еще, но культурные особенности, там, культ смерти, похоронные обряды, архитектура, социальные устройства адыга-абхазов, находят некоторые параллели с обществами вот каменного века Анатолия и Европы. Как бы исследования в этом направлении будут еще вестись, но я могу показать яркий пример. Каменный век Европы, ну, Украине именно, трипольской культуры, допустим, если смотреть восстановленные дома, они похожи чем-то на вот, по постройке, очень сильно похожи на дома классические адыга-абхазов, вот эти вот, мазанки именно, сакли. Причем во всех свойствах, и на сваях тоже, в том числе. Что касается вот малоазийской гипотезы, то, что о том, что абхазы-адыги якобы вот выделились, как раз таки, как любят говорить, там вот они от хетов произошли, когда-то там переселились с юга и расселились вот на территории Западного Кавказа, не в пользу ее, к сожалению, говорит и лингвистика, и генетика. Генетика не говорит о прямом росте здесь, в Малой Азии, а наоборот говорит о росте с той культурой, которая, в свою очередь, еще раньше вышла из Анатолии. Причем на Западный Кавказ, вероятно, все-таки они еще до индоевропейцев успели расселиться, а индоевропейские, то есть явная культура индоевропейская, просто их, вклинившись между Европой и Западным Кавказом, разделила эти культурные народности, и они стали развиваться уже по разным направлениям. Интересный момент, есть такая гипотеза разлива Черного моря, то есть Черноморская катастрофа, которая якобы произошла в 7500 лет назад примерно, в 7500 году до нашей эры точнее, которая говорит о том, что после ледников периода очень долго море поднималось, ледники таяли, и в какой-то момент перемычка на Босфоре, где она прорвалась, там, в общем, у Черного моря послало себе узкое озеро, и вот эта перемычка, когда море поднималось, средиземное море прорвало пролив Босфории, то есть в виде такого водопада, и начала котловина заполняться Черного моря водой. В общем-то, большая часть прибрежной зоны, примерно там 200-300 километров, была залита водой, и образовалось Азовское море. Тут, собственно говоря, такой интересный вопрос. Дело в том, что если брать самую раннюю культуру, еще каменного и медно-каменного века на Западном Кавказе, о котором мы уже говорили, культура Мешуков, считается, исходя из генетики, допустим, из логики передвижения этих народов, считается, что она именно один из первых представителей, как раз-таки переселившихся сюда из Европы, в каменные веки будущих потомков абхазан, адыгов, но что она была распространена шире, что, когда ее отделила, видимо, ямная культура, это была Триполья украинская, Северное Черноморье полностью, территория Азовского моря и территория Западного Кавказа, и в прибрежной части, и в равнинной. Петровский указывал о схожести Трипольской и майкопской керамики, майкопской культуры, то есть, которая вышла позже. Если мы говорим о Мешоке, то ее можно датировать 7-6 тысячелетиям до нашей эры, исходя из этих трактовок происхождения из Европы. Майкопская уже до 6 тысяч лет, можно ее продвинуть, и вот говорится здесь о много общих моментах между майкопской, особенно культурой, даже и Трипольской. Это же сходится в логику миграции, говорящих о том, допустим, что на Балканах одной из ранних металлургических культур, знаменитой из первых, были культуры Винча, которая к 5-м тысячелетии нашей эры уже сошла на нет, и как раз примерно к этому периоду уже полностью образовалась на Западном Кавказе уже энеолита культуры Мерного века, Мешоку. То есть, есть определенная преемственность между двумя этими культурами. Но установить очень сложно, потому что, как я уже сказал в самом начале, исследований на Западном Кавказе по древним ДНК очень мало. Так вот, к чему я про Черное море говорил, что когда оно разлилось, это Азовское море разделило эти две культуры, то есть оно стало таким барьером между ними определенного рода, и приходилось уже развиваться дальше через Уфтедона, Придоне, где тоже вот эти следы до довольно поздних времен отражаются, то есть даже милотская культура там хорошо представлена. Что касается самой гипотезы, родства, допустим, с хатами, кашками. Да, такая есть. Значит, она говорит о том, что якобы абхазы-адыги переселились в 2-м, 1-м тысячелетии до нашей эры из Анатолий на Кавказ. Часто в виде племен Каска, либо хатов. Но убедительных в эту пользу нет. Последние исследования по лингвистике опровергают эту гипотезу, говоря о том, что вероятно, как раз-таки вот это генетическое путешествие через Европу и Западный Кавказ более логично для развития северо-кавказских языков в целом, и абхазо-адыгских в частности. А сам хатский язык, он хоть и относится, он родственен, но родственен в каком смысле, что он разошелся еще в очень давние времена, когда сино-кавказский язык расщеплялся на разные ветви. Вот хатские языки, как языки автохтонов Анатолия, они представляют собой отдельную ветвь северо-кавказской сино-тибетской семьи. Ну и в данном случае можно говорить о родственности, схожей, допустим, как у современного адыгского с басксим языком. То есть настолько это дальние языки друг к другу. Да и в принципе вся теория с родства их относится просто по созвучию разных языков. По каскам это вообще просто созвучие терминов каска и обешла с касогами и абсилами. Но поскольку между касогами и касками там 1600 лет, между абсилами и касками терминжей тоже там более почти тысячелетия, тут говорить о каком-то преемственности при таких огромных промежутках, когда эти имена вообще исчезали из истории человечества, очень сложно. Скорее всего, лечь идет просто о созвучии. Более того, исходя из того, что майкопская культура вероятнее всего является все-таки преемственностью из неолита Европы, и можно сделать вывод, что какой-то ранний бронзовый векс, как бы бронза, использование бронзы, возникло в этой культуре самостоятельно. И очень даже может быть, исходя из этих данных, она удревняется сильно, сильнее намного, чем культура Ближнего Востока. И можно говорить наоборот о том, что майкопская культура влияла на Ближний Восток. На Месопотамию, на Шумер, туда приносила бронзу, культуру тоже бронзообработки. Это тоже необходимо все исследовать. Будущие работы еще покажут это все. Но опять же, в эту пользу можно сказать о чем? Допустим, о наличии открытых в культуре подновосвободных, в дальменных культурах, первичных на сегодняшний день, колес для повозки, первого меча бронзового, вообще в принципе первого прообраза меча в мире, определенных колонн, храмов. То есть, грубо говоря, такой довольно развитой культуры к очень отдаленного времени. Что касается касков, то исходя из этих теорий, допустим, тот же Эльберт Бифов, выводит такую версию, что, вероятно, если говорить о касках, то они, наверное, все-таки пришельцы с севера. Если хаты были местными, нофтохтонным населением, то каски, вероятно, как раз-таки миграция, произошедшая не из касков, пришли в адыги, а адыги, предки, точнее, адыга абхазов, ну, допустим, той же, например, удальменной культуры, когда-то мигрировали на юг, распространялись, это известный факт, очень много-то панилики было. Миграция шла с севера на юг, и вот каски как раз самое дальнее звено, которое обосновалось в Анатолии. Ну и итоговый вывод, который мы можем сделать на сегодняшний день из тех скудных материалов, которые у нас есть, все-таки адыга абхаза являются осколком элитового населения, в первую очередь, неогетическое каменного века Европы и Турции Анатолии, и носителями того языка, который до прихода индоевропейцев в Европу присутствовал на территории Европы и Анатолии. На этом все, будем следить за новыми исследованиями, если что-то будет появляться, я с удовольствием буду озвучивать вам это. Больше про популяционную генетику вы можете почитать, в принципе этого в общем доступе есть, чтобы понять, как это вообще действует. На сегодняшний день, я знаю, активно идет различного рода программы по сбору бесплатных данных именно у этнических представителей адыга абхазов для формирования вот такой вот картины научной генетики. На этом все, комментируйте, ставьте лайки, делитесь с друзьями и до новых встреч. Всем пока.